Краб сделал такую историю, типа, а, если мне не понравится видео, я, наверное, его не выложу. Если получилось классно, то тогда выложу, а если нет, тогда я сделаю всю эту тему, такой видос. Кефиру плюнули в лицо, что Кефир должен сделать, а в ответ тоже плюнуть. Я кикну с турнира. Привет, друзья, это Егоров. Ну, что вам сказать, дожили. Даже на дружелюбном кубке фиферов теперь происходят скандалы. А все из-за чего? Да и действующие лица, в принципе, те же. Краб и Мбейб вовремя не выложили свои видосы. Краб вообще сказал, что, может, не выложу. И это жестко испортило настроение Кефиру и Акулу, которые потребовали Краба из турнира кикнуть. И когда вот такая ситуация вышла, конечно, у меня самого жопа сгорел, потому что это впервые за 5-6 лет проведения Кубка фиферов. Если я не узнаю ситуацию, какая там ситуация до 11 часов по Москве вечера, то я все, типа, я кикну с турнира. Кефиру плюнули в лицо, что Кефир должен сделать, а в ответ тоже плюнуть, как говорится. И взять Джета FIFA, наконец-то, Джет FIFA, блядь, а? Ребята, Джет FIFA, нам нужен Джет FIFA. Как раз он не так хорошо играет и Бавария ему идеально подойдет. Я только за смену. Впервые в истории Кубка фиферов я хочу, чтобы кикнули Краб Тим и вместо них взяли Джет FIFA. Ребята, я надеюсь, что Серега не даст заднюю и все-таки выкинет их нахуй, блядь. Конечно же, и Кефиру, и особенно Акулу тут же жестко ответили дротцы. Ну, а именно некий, который всегда за своих вступается. Краб снял видос, понимаете? Если бы он даже бы не сыграл, это одно. Но малыш-то сыграл. Малыш просто не успел смонтировать. Поэтому вот, блядь, именно вот эта термология. Кикните его. Вы что, охуели? В смысле кикните его, блядь? Я в этом говорю, Акулу, блядь, себя кикни нахуй из окна, ебать. Ладно, шучу, шучу, осуждаю. Че? С Акулу надо побазарить. Я надеюсь, нас сведет эта сеточка. А все, кто накинул какашку, вот там, что-то гей. Изначально я тоже не понял, в чем проблема. Ну, Денчик же выложил и результат, и видео с матча с Крабом. Ну, не хочет сам Краб заливать себе на канал и делать просмотры, и получать новых подписчиков. Но это же его проблема. Именно поэтому я попросил Кефира подробно объяснить, в чем здесь загвоздка, и что дальше будет с Крабом, в случае, если он и сегодня не выложит этот ролик. Поэтому Кефир сейчас подробно все объяснит. Но если в итоге он меня наебал еще и в личном разговоре, и сказал то, что, ну, бля, Серег, видео у меня выйдет завтра, а в итоге его не будет. Прежде чем начать, хочу напомнить, друзья, что старт лучше всего делать на Бэтбум, это мой партнер и партнер Броков. И вот ради Бэтбума я... Всем привет, короче, давайте по порядку. Что сегодня вообще было? Сегодня я пропустил утреннюю тренировку, на которой была самая главная нагрузка. Вот, потому что, пацан, реально было очень хуево, у меня болит живот. Я сру просто как мразь реально последние два дня. Извините, но я думаю, у всех было. Вот, и сейчас я вернулся после вечерней тренировки, решил на нее пойти. И сейчас я вернулся. И по пути домой, когда мы ехали обратно, мне уже все пишут, типа, Кефира, Кул, там, Гена Миллер, типа, Бэй, где видос? Я такой сразу Аржана набираю. Аржан, типа, где видос, что за хуня? Он мне говорит, типа, монтажер, типа, там, что-то хуйню какую-то сделал. И, типа, в итоге видос не выложили. Вот, поэтому, пацаны, не от меня вообще все зависело. Это, по сути, я сказал, что ролик сегодня должен выходить в 7. Но его не выпустили, поэтому это не моя вина. Прежде чем услышать Кефира, хочу попросить вас, чтобы вы писали в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации, нужно ли Крапа оставлять на кубке Фиферов. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну, и мое личное мнение, эта ситуация пойдет на пользу Мбаппе и Крапу, потому что, ну, в какой-то степени заставит их заниматься собственными проектами еще сильнее. Мбаппе, вон, свой YouTube создал. Ну, а теперь Кефиру. Зачем нужно это поэтапное выкладывание в одно время видосов с кубкой Фифера? Ну, и его реакция на то, что Крап не залил ролик. Ну, это вообще польза, в первую очередь, для самих участников, когда форсится везде, ну, по крайней мере, у меня в соцсетях расписание, плюс другие делают реакции, у всех запоминаются вот эти даты, время начала матчей, ну, когда выходит видео у зрителей, там, у самих игроков. И в итоге у нас выстраивается такую вот хорошую цепочку, когда матч идет за матчем, никто не проебывается, и на каждого есть время, чтобы посмотреть их видео, их версии матчей. И в итоге, ну, все к этому относятся максимально, ну, респектово. Всем участникам в основном нравится кубок Фиферов, они получают с этого буст. Вот сейчас Дера вообще выложил, да, на свой канал первые пару часов у него это видео собрало больше просмотров, чем остальные 9 видео на его канале. В итоге я не знаю, какое там оно место займет у него вот на главном канале, но думаю, что все-таки на первом месте оно не продержится. Было сколько, два проебщика на этом туре, которые вот так реально жестко проебались. Бейп уже, кстати, выложил свое видео, но только спустя 5 часов спустя, блядь, когда нужно было выкладывать. Но все равно выложили, не важно там какое видео, я еще не смотрел, главное, что выложил. И теперь я жду еще такое дело от Крапа. У Крапа, скорее всего, в чем проблема, за ним уже идет репутация. Репутация проебщика, репутация такого ненадежного человека. И когда случаются такие проколы, естественно, на него налетают вот с двойной, там, с тройной волной. И когда вот такая ситуация вышла, конечно, у меня самого жопа, блядь, как пиздец, горел, потому что это впервые за 5-6 лет проведения там кубок Фиферов, может, даже уже 7 лет, я уже сбился сейчас, Крап сделал такую историю, типа, а, если мне не понравится видео, я, наверное, его не выложу. И вот на этом моменте у всех и сгорело то, что, блядь, с какого-то хуя ты еще не выложишь, типа, ты нам одолжение делаешь. Типа, это в первую очередь и тебе нужно, чтобы раскачать канал, набрать подписоты, но, походу, типа, это как будто ему не надо. И я начал тоже возникать, я не дозвонился до Крапа, пытался до него дописаться, там, через брата, через Майка, через Женька, через Мбейпа. Мне они отвечали тоже, пока они до него дозвониться не могли. И за это время я наделал постов, говорил то, что, если я не узнаю ситуацию, какая там ситуация до 11 часов по Москве вечера, то я все, типа, я кикну с турнира. В итоге где-то в 22.15 я уже Женьку пишу, говорю, вот, блядь, ультиматум, там, время такое-то до 11.00, если я не услышу от Крапа ответа, мне просто нужно уже записывать обзор тура, естественно, обсудить эту ситуацию и нужно уже сделать какое-то решение. То я, типа, буду тикать. Если вы пойдете вместе за ним, за Крапом, то я, ну, я подержу любое ваше решение. Хотите, ну, идите вместе с ним, типа, ну, с турнира. Но вдруг, если они вот так всей семьей, вот, то дрот захотели бы свалить с кубка. В итоге, пока я вот это писал, я еще не отправил Женьку это сообщение. В этот момент я как раз, вот, Даня Крап позвонил и извинился. В первую очередь, что самое важное, это было для меня. Так как сначала я почувствовал, что меня реально как окунули в говно. Но в итоге Крап, ну, чуть-чуть меня, ну, вытащил из этого говна. Типа, настроение чуть-чуть улучшилось, извинился. Сказал, что, пиздец, да, проеб. Реально, времени не было. Я подстраивал расписание кубка фиферов. В первую очередь, под игроков Амкала, которые участвуют на этом турнире. Третьего числа сборы закончились в Сочи. Они вернулись третьего вечера. У них есть полноценный день, 4 августа, ну, время на съемки. А матчи у нас выходят на кубке фиферов 5-6 числа. В итоге, вот, для Амкаловских все удобно. Все успели вовремя выложить. У Тудрос проблема другая. У них, не проблема, а вообще просто ситуация. У них сборы были до 4-го числа. Включительно еще плюс матч МКС, вот, в первом туре с кем они там играли. С Бэйби Ди, вот, сыграли в ничье. И им, естественно, было не до кубка фиферов. Я это прекрасно понимаю, блядь. Здесь МКС важнее для коллектива. И в итоге я перенес всех на 6-е число. Чтобы все успели там 5-го сыграть. В итоге Краб остался на сборах. Женек, Нейкет, МБэйб, как я понял. Ну, Белка точно. Они взяли и свалили со сборов пораньше. И в итоге записали все свои матчи и выложили вовремя. Ну, кроме МБэйб, ну, и то он тоже выложил спустя там какое-то время. А Краба оставили на сборах. Оказывается. Никто об этом не знал. В итоге с Крабом пообщался. Он реально оставался на сборах еще. Он реально успел записать видео. И с его слов, опять же, с его слов можно верить, можно не верить. Можно это проверить со временем. Он сказал, что он участвует на Кубке Фиферов просто с интересом. Ему по кайфу просто. Ему там не нужны деньги с Кубка. Он с этого ничего не получит дополнительно. Если выложат эти видео на Краб Тим. Это с его слов. Опять же, верьте или нет. В итоге он сказал, что на следующий день он выложит видос. Вот если вот 7 августа мы увидим видео, прощен. Типа он извинился, но нужно, чтобы он еще это видео выложил. Если в итоге он меня наебал еще и в личном разговоре, и сказал то, что, ну, бля, Серег, видео у меня выйдет завтра, а в итоге его не будет, ну, тут уже тик. Все, конец. Либо, если повторится ситуация такая же, во втором, третьем туре, то это тоже тик. Короче, он у меня на карандаше. Это был предварительный выстрел. В итоге дисквалификации никакой не будет. Вот такая вот история. Вышла на Кубке Фиферов. Я вот этого говна не хочу. Егоров, разгребай, блядь. Я дальше занимаюсь организацией. Дай бог, блядь, в следующих турах пройдет все гладко и ровно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.